Многие меня просили записать видео, как проходит, в частности, мой день, день батюшки-блогера, священника. Позвольте мне поздравить для начала, сейчас у нас начнется служба, богоявление, крещение Господне. Сегодня поздравить вас праздником с этим и пожелать здравия душевного и телесного. Я не просто выбрал это место, я покажу, что вот вы видите время, 18 число, вот буквально начинается так, скажем, день. Далее вы будете видеть, как он проходит. Я не выбрал какой-то специальный день, просто так с течением обстоятельств, потому что это уже 12 человек, которые меня просят записать это видео. Смотрим. Слава Богу, мы отслужили. Служба была как ручеечек, такая тихая, спокойная, но в том же самое время радостное, торжественное, праздничное. Как вы видите, это 2 часа ночи, начало третьего. Далее несколько часов поспать и дальше, как вы знаете, как-то я уже отвечал на вопросы, это храм новомучника исповедников российских. Сейчас я вот так подойду, чтобы вы знали, кто такие новомучники исповедники российские. Вот это икона, собор новомучников. Также мой дорогой владыка, проще архиерей, благословил мне еще один храм строить по кровопрестой Богородицы. Поэтому немного поспать и будем ехать туда, хутор Белый, где сейчас уже стоит здание, определенно уже застеклили его, крыша есть черновая. Завтра, уже наверное сегодня, будем молиться там, владычице небесное, ну и самое главное, конечно, крещение Господне. Доброе утро, братья и сестры, сейчас почти 7 часов утра, чтобы вы не подумали, что вас обманывают, а на кухне свет я включил. Сейчас помолиться и дальше. Ну вот, сейчас у нас 8, можно сказать, часов утра. Еще раз вас поздравляю с праздником Богоявления. Такой у нас получается видеоотчет, видеодневник что ли. Ну, раз вы просили, делали вас в рамках разумного, конечно. Значит, 3, начало 4, я приехал домой, поспал, ну максимум получается, часа 4, это замечательно. Почему? Потому что на Рождество когда, так же у нас мы служили, получилось там поспать всего пару часов. По-моему, максимум дальше, ну пусть по пару часов. Сейчас, поскольку, чтобы никого не будить, я тихонечко помолился на кухоньке. Сейчас приеду в храм, я вам покажу мальтвослов, которые, мне тоже спрашивали, каким лучше мальтвословом пользоваться. Мне очень нравится один мальтвослов, я многие перепробовал. Мне один нравится, я вам покажу. Сейчас я еду запевчей. А вот я, нет, я вам чуть-чуть позже покажу мальтвослов, потому что сейчас и запевчей. И мы едем, как я уже говорил ранее, в хутор, где ждут тоже люди. Сегодня, как обычно, все будет расписано. Мы будем совершать там праздничное молебень, великое освящение воды. Ну, я вам мальтвослов все равно покажу. Вообще, батюшки молятся по каноннику, где все каноны, потому что каждый день мы читаем определенный свой канон. Там понедельник, там ангеликам хранить, или небесно всем бесплатным силам. То есть каждый день по ряду. Еще что спрашиваю, а как батюшки питаются? Ну, вот смотрите, поскольку я ночью в литургию служил, сейчас мне как бы не нужно на службу, поэтому чай, печенька, ну, я за себя говорю. Да и все. А когда служба, вообще практически, не практически, а ты вообще не ешь, потому что тебе богослужения совершай, ты причащайся. Если мирянин, он приходит в храм, может и не причаститься на службе, приходя, или уже готовится к причастию, ему достойно постится, читает молитвы к причастию, канону, все последование. То батюшка, если совершает богослужение, именно литургию престола святого, то он в любом случае причащается, значит, все вычитывает, что положено, и ничего не кушает. Поэтому чаще всего или по привычке, потому что ты ничего не ешь, часть печенья, или же, если служишь, то ничего не ешь. Ну, поехали дальше. Я буду еще кое-что кратенько рассказывать. Мы едем за певчиком. В двух словах, что нужно сказать. В храме, в котором сейчас мы с вами едем, это на периферии, это хутор, там 2000, максимум даже, 2000 населения, может, где-то полторы, скорее всего. Одна школа, один садик, вот такой периферийный хутор. Вот я думаю, как-нибудь я сделаю отдельное видео по конкретному хутору, но сейчас, пока дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помолились, послужили. На заднем фоне вы видите, люди водичку собирают. Всех их, конечно, нельзя вообще-то снимать в лицо. Ну, это взрослые люди, это не деточки. А деточки тем паче нельзя выставлять, скажем так, в интернете по закону нашему, в таких учреждениях. Но вот радостью людей помолились, слово сказали о Боге, и все с душевной радостью уже пошли по комнаткам, взяв освященную водичку. Сейчас у нас, сколько у нас сейчас времени? времени у нас... А вот, чтобы наш видеодневник видели, вот сейчас у нас время почти 11. Сейчас дальше еду в храм на Кристины. Потом у нас будет отпевание. Я этого, наверное, не буду фотографировать или видео снимать. Ну, поверьте на слово. Я решил все-таки немножко записать, там вдалеке, вы видите, готовиться к крещению. Сейчас будем крестить. На самом деле, в нашем храме крестятся, венчаются, но чаще всего отпевание. Почему? Потому что у многих людей есть глупое, суеверное такое понимание, что если храм рядом с кладбищем, то это как-то или опасно, или еще что-то. Но давайте вспомним исторически, что сначала строился храм, вокруг храма строились жилье, дома верующих, людей, которые в том числе строили этот храм. И на территории храма потом уже захоранивали тех тружеников, которые постарались сугубо для Господа. Это старосты, это мог настоятели или кто-то из прихожан достойных. Чаще всего вокруг храма и появлялось сразу кладбище. Это исторический факт. Можете часто увидеть это в городах, что храмы окружены кладбищами, потому что так всегда было. Сначала строили храм, потом дома, и потом уже со временем вокруг храма образовалось кладбище. Почему это так? Потому что у Бога все живы, и люди, приходящие живые в храм, они молятся как о живых, так и о своих сродниках почивших. Вот поэтому в нашем храме не так часто бывают крестины. Ну, они, слава Богу, бывают. Не так давно я дедушку одного с бабушкой венчал, ему 95 и 93. То есть прожили, чтобы не ошибиться, около 70 лет вместе прожили. Ну, вот так вот решили в конце своей жизни перед Богом сочетаться. Далее у нас сейчас отпевание было. Вы сейчас видите, из храма выходят после чина отпевания люди. 12 часов отпевания было. Сейчас еще одно отпевание, и потом уже в детский дом. Чаще всего, часто спрашивают, как часто бывает отпевание в храме. По-разному бывает. Бывает одно отпевание в неделю. А было, наверное, года 4 назад, когда я попал в больницу с предефарчивым состоянием. Жареющее стояло на Кубани до 50 градусов, вдухота. И в день было от 3 и максимум 8 человек в день. Разным причинам, разным обострением онкологии, инфаркты и тому подобное. Вот так дальше трудимся. Сейчас еду в детский дом. Вот подарочки мы уже загрузили. Ну, не детский дом, а революционный центр. Я по привычке раньше в детский дом был. Вот, крещение Господне. Это вот так вот храм сниму немножко. Сейчас сначала в революционный центр, а потом уже по малой имущим. И сегодня, в этом году, у нас в рамках рождественских поздравлений, акций, у нас еще инвалиды, дети будут. Оля, поприветствую людей. Да. Это наша дорогая свечница. Я вам скажу, погода не самая лучшая. Сейчас я его уберу, чтобы не мешало. Погоди весело. Тут медалька, сын мне. Говорит, папа, ты у меня самая лучшая. Доченька, такие вот эти. Поделочка о моих деточках памяти. Погода не самая лучшая. Как я уже сказал, мы сейчас едим в революционный центр. Я, честно говоря, уже заговариваюсь. Погода идет, дождь, минус 3. Светокорочкой льда покрывается. Ну, на Сеуле, боже, всякая погода благодать. Поехали. Мы подъезжаем к революционному центру. Сейчас, может быть, полуть сюда. С левой стороны он будет. Сейчас припаркуемся. Пойдем. Деточек с святой водичкой по крапин. Поздравим их с праздником. Вот мы подъехали к революционному центру. Сейчас я вот так паузу. И дальше чуть-чуть пишем. Как бы революционный наш центр. Где деточки наши родненькие? Каждое воскресенье я после службы приезжаю сюда. Ну, сегодня не воскресенье, но сегодня праздник. Поэтому приехал к ним. Вот я приехал. Час у меня получается. Час-полтора часа перерыва. Немножко, что успею, сейчас покушаю. И еду уже в детсад. Там покрапить деточек. Поздравить с праздником. И далее уже будем ездить по малоимущим семьям. Инвалидам. Как я уже ранее говорил. Развозить им подарочки. Которые у нас еще остались. Вот после Рождества Христова. Которые жертвовали люди. Помогали. Что-то мы закупали. Так что вот так дальше будем трудиться. Задавали еще вопрос. Сразу в этом видео отвечу. Именно за то, что. Почему вот батюшки порой-то или крайне полные, или худые. Я за всех ответить, конечно, не могу. В частности, по этому видео вы видите, что просто порой времени нет поесть. А относительно полноты очень часто у батюшек есть сахарный диабет или вот другие какие-то немощи. Вы скажете, вы их оправдываете, и покрываете. Неужели смысла не оправдывать, не покрывать. По факту говорю, как есть. По записью продолжаем наш сегодняшний день дневник. Сейчас я в садике. Как я вам говорил, сейчас пройдем, синюшка, окропим. По садику. Деточек уже окропили. Представляю вам это заведующая садика. Елена Евгеньевна. Очень верующая женщина. Мы с ней, наверное, будем делать группу православной направленности. Если Господь управит. А сейчас идем дальше кропить садик и деточек. Время у нас пол пятого, да? Пол пятого. В четыре к храму. И дальше, как я говорил, по малоимущим. И сегодня у нас необычно еще никогда мы не ездили, но будем посещать инвалидов. С Богом! Сейчас я еду к центральному храму, где раньше я служил. Забираю участниц молодежного православного центра Уманский благовест. Ну и поедем уже дальше, как я и говорил, по инвалидам, мы малоимущим семя. Вдалеке вы видите храм. Храм освящен через трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Это святители первых веков. Одни из самых значимых святых первых веков, которые участвовали в Вселенских соборах. которые боролись с ересами. Можно на каждом отдельно остановиться. У Васильева Великого огромнейшее количество трудов. Это просто выдающийся кладезь духовных высот. сейчас мы заедем за участницами центра и поедем дальше. собрались мы. Валя, Аня, Алевтина. Где Алевтина? Вот Алевтина. сейчас мы едем по нескольким адресам, в рамках рождественской нашей акции продолжаем поздравлять с праздниками и развозить подарки. приехали мы, первый адрес к человеку, инвалиду, возраст 12 лет. Вот он, этот дом. Вот такие вот подарочки будут. Муж ему, в принципе, этот подарочек и не нужен. Но, наверное, знак внимания будет хорошо. Наши дорогие друзья, в этом году мы, к счастью, скажу так, узнали о Вас. Мы очень захотели приехать, поздравить Вас. Кто мы? Я батюшка, как Вы видите. Служу вот в этой станице. Меня зовут батюшка Константин. Это вот девчата, участницы молодежи в православном центре. Мы каждый год ездим два раза в году после Рождества и после Пасхи. Поздравляем. В основном мы ездим по малоимущим семьям. Но в этом году нам сказали, что еще есть вот такие ребята, как Вы. И мы посчитали, ну как мы не посетим Вас? Мы Вас любим, Вы нам нужны. Я думаю, и в следующем году Вас посетим. Вы не падайте духом, потому что Господь дает столько, сколько мы можем пронести. Мы хотим вот эти подарочки Вам дать. Знак нашей жизни к Вам. Держите. Ну а поскольку у нас Рождество было, сегодня крещение, мы ночью служили, но все-таки это рождественская акция. Я и девочки подпоют рождественский трофай. Рождественский. А Рождественское Христое, Вы знаете, это когда родился в мир Бога-младенец для спасения наших душ. Потом принес себя в жертву по любви, поэтому мы носим и крестик, поскольку Он привел к нам любовь, и мы также привел к нему любовь. Я сплю рождественский трофай, а если запомните, будете вместе в следующий раз с нами петь. Ясно? Я, мои друзья, скажу, что мы приехали по адресу, ждали одного парнишку, не знаю, честно говоря, какого из них, но как Господь говорит, пути Господни неисповедимы. Сегодня они оба здесь. Я очень рад этому. Рождественского Твоей крести Боже наш, во всем мир и свет разума, небо звездов служащий, звездой уча, пустья, тебе клоните солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава тебе. Поздравляем вас еще раз с праздниками. Вы нам нужны, не унывайте. Ваших родителей мы с вами не знакомы пока. Ну, вас тоже поздравляем. Надо было еще подарок взять. Тут еще начальник. Ничего, они вместе. Поделятся. Ясно. Они очень дружные, они делятся, они очень любят. Почему мы снимаем, я вам объясню. Потому что сегодня век такой, когда люди помогают, конфеты там, они не всегда верят. И чтобы в следующем году они с таким же желанием помогали, мы трудимся, они соработниками являются для спасения своей души в том числе. И мы им в частности покажем, что мы эти недеяги, эти конфеты сами не сели, мы отдали тому, кому они предназначались. Вот. Мы вас поздравляем со всеми тоже праздником. Дай Бог вам здоровья. Слушаются, нет? Не балуются? Балуются. Замечания выносим мы. Ну, если будет хорошо вести, берем с них пример. Договорились? Все, мои родники, давайте если можно сделаем общие фото и мы дальше поедем. Приехали уже тут дом малоимущих, уже на улице почти темно, может быть еще один адресочек Валя там фотографирует, посетим и, наверное, сегодня все. То гололед, идет дождь и минус 2. Свою разельский стропарь и от сердца вас поздравляю со всеми праздниками. Берегите друг друга, не обижайтесь, слушайтесь, слушайтесь, учиться хорошо у нашего отец конфликта. Молодец, исправляйтесь. Рождество Твое, Христе, Боже, наше, во всемир весь ветра разума, в небо звездах служащий, звездой учащийся, тебе клоните солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. смотри, солнышко, мы так легко запомним, это три цыпляка, цыпляка, а эти два пальчика как прячутся, как два цыпленка таких, но если серьезно, это троица, которому вермать, отец и сын и дух святой, а эти два пальчика, это предвиды природы Боженьки, человеческой и божественной, когда мы крестимся во имя Отца и Сына направо, и Святаго Духа справа налево, молодец, сейчас правильно перекрестилось, мы просим и благодарим Боженку за все, что Он дает. Молодец? Я так и знал. Еще раз обнимаемся и с Богом. Спасибо, Ваше благо. Во слава Боже. Со всеми праздниками пройти Господь. Все. Сейчас у нас что, без пятнадцати шесть. Посетили мы, как вы видите, еще семью. Ну, погода опасная, скажем так, гололед подзаносит местами и уже на улице темно, не знаю, видите ли вы или нет. Вот так вот. Сейчас едем. Ну, сегодняшний день, наверное, уже завершится на этом видео. Дальше, наверное, не буду снимать дальше, что там, какие-то домашние дела, на сон грядущие молитвы. И слава тебе, Господи, за прошедший день. Это вот вы наблюдали один день, как вы просили, многие просили. Я, честно, вам, признаюсь, не особо хотел снимать это видео, но подумал, подумал, взял благословение у своего духовника, говорит, ну, пусть посмотрят. Аморального ты ничего не делаешь, это не пиар, это не похвала, это консенсация факта, чем занимается священник. Вы видели, все сводится к служению Богу и людям. Надеюсь на ваши святые молитвы, что так и дальше буду я продолжать свой пастырский долг. Все, с вами был священник Константин Мальцев и православный канал Боголюб. Аминь. Храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok